Всем привет! Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить «Ведьмак. Дикая флота». Верене, «Ведьмак» должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о циве. Ох, предыдущая серия там получилась из практически одних разговоров. Надеюсь, в этой будет поменьше болтовни. То я просто уже слушать их устал. Хотя интересно. Не убивайте, милстарь! Это не я! Развик я смел? Ведьмак! Волосы у него белые, как молоко! Туда пошел! Падла! Сдал меня, да? Так, давай мы тогда... Падла! 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 Нормально. Нормалды. Нормалды. Так, а что за... Что за... Что за лаги или что это? Какие-то фрезы непонятные. Что за... Обновление что ли какое-то устанавливается или что? Что за лаги? объявление подожди и мне кажется а чё фп станет рожается потом будем обслеживать мне кажется или что-то это какая-то какими-то с рывками игрушка идет поступать не могу фпс не дрожается чё за херня-то блин мэр но милосердия он вам а что там в мире слышно что три дебила на дороге стоят и спрашивают что-то в мире слышно а а Девушки отдыхают. 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 Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Так, а я думаю, надо бы тебе маленько помедитировать. Часок, да? Чтоб тебе вот эту фигню восстановить. Закрыто, нужен ключ. Что-то хватит. Ключ. Где? Лицо обгорело. Не поймешь, кто это. А ключ там мне где найти? Ключ. Где ключ? Придется всю деревню сейчас изучать, да? Собака, ты. Пойди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Ого. Ого! Слонец! 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 Последний! Вон! Вон! Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил. А под конец только стонал. Гендрик кричал, потом молил. Нет, и нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретёшь покой. Гендрик кричал. Гендрик кричал. Гендрик кричал. его пытали может они что-то пропустили обыщу его штаны не гнуться словно мокрые партки на морозе сушили март он что-то спрятал в кафтане холодный как лед ничего здесь нет обыщу его штаны смысл что мы башмак не гнуться словно мокрые партки на морозе сушили проверю башмаках засохшая кровь он спрятал в башмаке ключик где-то должен быть замок от этого ключа интересно где до герой ну падай да падает и что-то епать не очкой пропала тамара стендер дочь кровавого барона возможно похищена богатая вознаграждение любому кто найдет или приведет ее интересно очень да интересно 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 кроме кроме надо обязательно забрать так куда сюда учетная книга плата за мешок зерна счет за древесный уголь гендрик выдавал себя за торговца здесь что-то еще заметки спрятанные среди счетов ловко какие интересные заголовки разыскиваемые объект появился на скеллиге также его видели в новиграде внешний вид не изменился серые волосы шрам на лице контактов с людьми избегает пьяный кабан пьяный кабан так называемый барон приютил объект в замке точнее в захваченной крепости причина неизвестна поговорить с бароном во вродницах ссора с ведьмой объект оказался на болотах столкнулся с ведьмой конфликт причина неизвестна разыскать ведьму поговорить с мужиками село подлесье надо быть осторожней за мной наблюдают не знаю кто это может быть пес убежал в ведре замерзла вода странное зарево на небе мужики говорят это плохой знак они как-то разузнали что гендрик ищет цири потому его и пытали я опоздал единственная ниточка это барон и какая-то ведьма зараза отправиться в замок барона ну погнали так а где-то замок барона ну погнали так а где ты так а тут получается не это телепорта не это еще да к тебе это что ж тогда старым дедовским способом по лугам по лугам пяточку пяточку нажмем и побежим так здесь же где-то сокровище было до спрятано неизвестное место заодно что и отожмем там так надо мне серый серебряный меч починить так это оружейник а 15 все красным горит метром раздражает это так чё там бомбилы фазаны сколько у вас тут а Субтитры делал DimaTorzok чувство спины подальше был каталик сделает да все сделано дело считали план какой-то загорелся ведьмак загорелся что тут есть еще что интересное так эту точку мы это мы рассмотрели теперь вот сюда и потом дальше барон топим моё девятого уровня девятая уровня музыки смертельные враги просто сколько вас трое трое но троих то я может быть и смог бы одолеть троих ну ну опять никого не заделаю ну 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 хоть бы хер по деревне по моему хоть бы хер вообще по деревне да по моему они слабоват слабоват я для них они сильные сильные они сильные сильные не будем пока их трогать нахер они нужны так мудохают меня нахер да у да ну что нахер а да и Ведьмак в городе. А полечку сплежишь? Все вместе! Ах ты, сукин сын! Уйди, прошу тебя, иди отсюда! Стой! Кто идёт? Барон у себя? А тебе что? Дело есть? Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчмена распуть. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти, надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей всё-таки отважится мне помочь? Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Моё почтение. Моё почтение. А мне и так недолго осталось. А мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так спускать уже нечего. Ты давно тут живёшь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. Ты, наверное, всё тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно. Только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Будь по-двоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, тогда во Вроницах ещё старый владитель правил, пропал под мастерье кузнеца. Все и деревни его искали. Ну, тщетно. Наконец, нашли ребятёнка в реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владителя, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятёнка на северо-запад отсюда? Поставили часа, Бенку. Выходит, и вход там неподалёку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идёт, пока не дойдёшь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдёшь до разбилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовинка-то и будет. Направо за мостом, потом ещё раз направо. Я найду, спасибо. Конечно, найдёшь. Сейчас метка сейчас загорится на карте. Чё не некий-то. Видно, что ты человек бывалый. Так сказать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты как бы сразу об этом не догадался, да, что купаться придётся? Эх, Геральт, Геральт... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тормозишь, Геральт, тормозишь... Продолжение следует... 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 Ну, к делу. Я Филипп Стэнгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе, Велен? Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем, здешние болота и трясины крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Чудища напали. О, за цели погоняем. Этого еще не хватало. Чего не хватало? Надо уходить. Давай, уйдем. Уходи! Мне надо помочь. Можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага, только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Этого и волки боятся, и короли. Этого и волки боятся. Этогои пропитали. Простите ее. Этого и волки боятся. Переходят. Можно выходить Ну ты, храбрая Даже мой дядька так не умеет А мой? Мой умеет гораздо больше Пойдём Глянь-ка, что там лежит Подожди тут Не подходи Но? Никаких но Останься здесь, я кое-что гляну Белки красные, всё ещё влажные Умер недавно Рот раскрыт Губы перекошены Но язык прокушен Перед смертью ему, наверное, было очень больно Раздавленную грудь Рёбра пробили лёгкое Что-то его подбросило и ударило об дерево Нога оторвана Или скорее кто-то её отгрыз Заскрытрованное действие Костный мозг Костный мозг высосан Интересно Интересно Посмотрим Печени нет Сожрали Сожрали Ну что мы будем делать, если он и на нас нападёт Хороший вопрос У меня нет серебра Но я могу приготовить масло 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 Почему у нас так много college Масло 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда, а иногда сами идут И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно Отлично, все есть Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло Ты что делаешь? Масло для меча Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира Субтитры сделал DimaTorzok Туда, через пещеру Веди Через пещеру, да? Конечно Тут немножко темно Боишься? А ты? Нет Ну и я нет Волчий король Теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Прячься! Ну, ну ты даешь В жизни такого не видал Малявка, вылезай У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал Меня-то нет А вот хозяин мой Человек серьезный Он-то точно поможет Может даже награду какую даст За убой волколака-то Ну ладно, веди к своему хозяину И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь А вторая? Не та, не другая Дочь-то я узнаю? Та, чтоб постарше Может и не ваша Но ошибка похожа Так как Будет награда Я тебе, сука, покажу награду А ну, упердывай отсюда Пока я пса не спустил Ну, вкусный гуляш? Очень Спасибо большое Я не ела уже Да я вижу Рад, что нравится Как подкрепишься Ванна для тебя готова А потом и поспать не дурно, а? Гретка за печкой А тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни Спасибо Я... Тихо, тихо Ты ешь спокойно Мы еще поболтаем, когда отдохнешь Я приказал своим людям о ней позаботиться И оставил ее отдыхать А потом? Ну, а это уж совсем другая история Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь Я сочувствую твоей утрате Но Так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали Предлагаю уговор Найди моих близких А я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь А если я не захочу? Ну че, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай Я тебя тогда тоже нахер пошлю Ну и че? Обнимемся вместе, пойдем, да? Работай так, как будто ищешь собственную дочь И ты справишься Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуни Акспо землю провалились Что значит пропали? Ну, пропали Я утром просыпаюсь, а их нет Этого все еще мало Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы Я чужим не позволю рыться в их вещах Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу Тогда не мешай работать Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду Все равно дверь открывать Знаешь Дочка моя в детстве очень любила зверей Как-то увидела на стене оленья нога И знаешь, что спросила? Понятно не Папочка говорит А у этого оленя попа за стеной Понял? Если ей кто зло причинит Убью нахер Пришли Отсука опять заедает Это наша спальня Комната Тамары там Только не устраивайся бардак Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили Деревянный подсвечник Ножка сломана Ну, насчет не воровать-то ничего Свежие цветы Он что, надеется Что они могут вернуться в любую минуту? Может и так Стена другого цвета Будто еще недавно здесь что-то висело Может, эта картина По размеру подходит? Картина И что же за картина там Висела А вот какая-то картина, да, есть? Барон и его жена Выглядят счастливыми А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене Интересно, что там с другой стороны? Так, интересно Похоже, эта деревяшка Ножка от того подсвечника Вряд ли это совпадение Хм Похоже, тут дело дошло до драки Поищу еще следы Дело дошло до драки Глубокие выщербленные Должно быть, били чем-то тяжелым Словный подсвечник Пятна от вина Кто-то разбил бутылку Эрвелюс из Туссента Хорошей выдержки Долго не выветривается Интересно, куда ведет след? Черт, след обрывается Можно поискать здесь что-нибудь еще Хм Еловая деревяшка И пахнет можжевеловым дымом Похоже на народный оберег Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного Ну как, уже осмотрелся? Узнаешь этот медальон? Хм Да А не это носило его последнее время Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть Старый чудила Живет недалеко от больших сучьев Ну и колдунья еще есть в подлесье Ну я о ней мало знаю Она здесь недавно объявилась Если Леонетка ходила к кому-то То скорее к колдуну Она ведь чужакам не доверяет Надо сходить поболтать с этим выражаем Только имей в виду Ты с ним вряд ли сговоришься Он говорят в молодости Порешил собственного отца Сетирой Вот и после этого двинулся Вроде как он духов видит И с козой ебется Меня его личная жизнь не интересует Я хочу просто спросить о медальоне О, наконец-то Апнул Апнул уровень Чего здесь ищешь, приблуда? Тебя забыл спросить Мудила Поехали в деревню заданию А этот дед Трах И кровать Сачем ты О, это чудо Чего здесь Бородка обороны Это Я как захочу Какую девку тракту Так и тракту И теперь я ложу на всякие запреты В общем-то можно Чего-то эти блядь Ты праведник баб только и базарин Так, а там есть ли порт Возле того места Ну да, вот отсюда Быстрее будет Пишать Дали, сука, себя обработать Как навиграцкий Держал тебя, как у которого Чего мы сейчас Игру, сохранить невозможно Сейчас вот возможно Так, у меня же очки Опыта появились, да А это значит Можно вкачать Продолжение следует... Так Как? Бегли. Тебе чего? Хочу с выражаем поболтать. Эх, ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Убирайтесь отсюда. А я-то думал, что сегодня будет день без трупа. Слыхал я, что чародеи хорошо платят за органы редких существ. Интересно, сколько дадут за его глаза. Давай, к стелу заходи! Так, нам не столь спокойно! А что, корзай? А-а-а-а! С тобой мы вот так сделаем. Башку. Нормас. Посмотрим, что за человек насолил приятеля Медрика. Хорошая такая механика будет. Мне вообще нравится. Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. У-у-у! Человек, а волк. Седой, а не старый. Его товарожи и ждет, пождет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена. Кадилом можжевеловым окурена. Для Анны на охрану. Отчего он ее должен защищать? О-о-о, злые силы Анну окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, нет, нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать? Искать. Лучше княжны... Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна... Коза... Убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы... Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна... 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 Куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик... Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники. И дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Огонь вообще, да? Так, а как? Ах. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чьё дитя? Анны. Анна была беременна? Была и скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил, а может, помнить не хотел. Барон как-то был связан с войки да шампу своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него ещё круче. Он издевался над семьёй? Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Вражей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь. Только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребёнком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. Игоша. Белый волк, мудрый волк, поймает Игошу, Игоша поможет, приведёт к родным. Игоша высасывает кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезёт, пусть кровь принесёт. Кровь всегда родную кровь найдёт. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Игошу. В пол начищи. У могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Так, что у нас тут про Игошу написано? Бестиарь и волк. Грифоны. Так, проклятые. Игоша. Сказать, что Игоша отвратителен, это всё равно что-то ждать, будто говно не особо приятно на вкус. Вроде и верно, но все правды передать не может. Ламберт, ведьмак, школа волка. Игоша – это, пожалуй, наиболее отвратительное чудовище, с которым приходится сталкиваться ведьмакам. Он возникает из мёртвого, нежеланного ребёнка, который после смерти даже не похоронили надлежащим образом. Выглядит он как сгнивший новорождённый, искажённый наполняющими его ненавистью, страхами и злобой. Этот мерзкий монстр обычно питается силой и кровью беременных женщин, которых таким образом постепенно доводит до смерти. До смерти. Поговорить с Пароном. С Пароном-то я поговорю. Вот я хочу всё-таки пещерку-то исследовать. Так, а куда у меня делся этот... Ко-ко-ко, как он там называется, да? Конский возбудитель, одна капля на табу. Да? Так, это чё такое? А это чё такое было? Доп-опыт за смертельный удар по человеку. Просто это... Громобой или как он там называется-то это? Беда. Я в пещерку хочу сходить посмотреть, чё за пещерка-то там. Чё, зря медведя валил, что ли, чтобы стороной её отбегать. А вдруг, чё путня тут найдётся? А не найдётся, просто пошаримся здесь. Или... Это чё, вся пещера? Ёпт твоё, блядь. Так-то можно было бы сразу осмотреть. И не возвращаться сюда. О! Нашли чертёж школы медведя. Хорошо. В пещере медведя нашли чертёж школы медведя. Всё логично. Ну, давай давай добираться отсюда. Ух ты. Рассвет, видать, уже начинается, да? Красотища. Прямо как из реально, в реалии. Но я, правда, в такое время в лесу не был. Поэтому могу только предполагать. Суга, вы первого уровня. Так, это чё такое? Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Ну, я бы что-нибудь купил. Так, и... Естественно, чё-нибудь продал бы. Так, это чё такое? Первая карта. Отдальберта, керамика и прочее. Ну, ладно. Прощай. Так, а чё у меня там за броня получается? Такая сапоги. А это чё за... То есть у меня вот такие крутые сапоги есть. Так, а чё за подсказка тогда? Вот это. Проводя исследования под руководством профессора Славко А. Димштейна, я наткнулся на четыре места, отмеченные знаком ведьмачьей школы Кота. Все пиктограммы идентичны тем, которые мы нашли в подземельях храмового острова в Новиграде. Отмечаю их на карте. Альберт Квермит, адъютант в кафедре естественного. Естественная история Аксинфоксова университета. Блядь, сколько тут почитать всего. Люди дров добрые, скажите, сжарьтесь, помогите мне в беде. Жена моя, Ганна, пропала, пошла несколько дней назад в лес, до сих пор не вернулась. Я уже не знаю, что и думать. И заплачу любую цену тому, кто мне её вернёт. Или хотя бы скажет, где её искать. Нелла на охотнике с больших сучек. Брат мой родной, Микель, пропал. Кто его найдёт, из целого дома приведёт. Из целого домой приведёт. Или же узнает, что с ним случилось тому денег. На награду не пожалею. И барону словечко за того замолвана. Найти меня можно укачу, и на распутье Бруно. Так, учётная книга. А, ну это плата, там, кого чего, куда чего. А, ну это Геррид читал. Клуб игры в Гиндшулер, полагая, это распродлагаешься в хроницах, приглашает новых членов и противников. Мы будем рады опытным со-клубникам. Кто же в Гвинте не разбирает, с того научим деньги, проигранные в период учёбы не возвращаются. За подробностями обращаться к преподавателю клуба Филиппу Стрэнгер, известного так же как Кровавый Барон. Заказ кликатун. Люди добрые. Если кто убьёт чудище кликатуном позванное, которое уронит суть не сделает и убивает людей и зверей, то он огражу звонким золотом. Помните, однако, однако, что тварь, это грязная, с вилами на него не ходите, хотя от нескольких вас таких набралось. Чеслов из Вродниц. Заказ на чудище из Доброва. Люди возле нашей деревни, Добровым прозываемое, рыщи чудища, проворное, вельми и вельми грозное, все округи до куку учиняющие. Смельчак, который его уничтожит, рассчитывать сможет на нашу благодарность по гроб жизни, так же, как и на щедрое вознаграждение. Кто захочет сдать больше, пускай всего заходит. А старосток себе мира спрашивает. Ну, блять, есть славечки. Да куку. Хрену куку там. Мазафаку. Еще там какую-то там сраку, плядь. Памык, придумываю. Че ты там? Мне все равно. Че побазарим? Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак. Насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? Пять дней назад, на рассвете, я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть, она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти, но ничего не обещаю. Окей. В замок молния ударила? Нет, не молния. В общем, что произошло с замком, мы узнаем с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok